Поваленные остановки, деревья, поврежденные линии электропередач, элементы дорожной инфраструктуры. Тверь и районы области приходят в себя после урагана. Порывы ветра в ночное время достигали 20-25 метров в секунду. В четверг по поручению губернатора Игоря Руденя создан оперативный штаб ликвидации последствий стихии. О ходе восстановительных работ и очередных сюрпризах погоды рассказывает наш корреспондент. Ночью и утром 19 декабря Верхневолжья оказалась во власти шквалистого ветра. Порывы достигали 20-25 метров в секунду. В областном центре ветром повалило установленные у торговых центров новогодние елки. На площади Гагарина остановка общественного транспорта. Возле цирка ветром сдуло Деда Мороза и вывеску. От непогоды пострадали также ряд дорожных знаков и остановочных павильонов. Городские коммунальные службы приступили к устранению данных повреждений. И в ближайшее время, 2-3 дня, последствия сильного ветра будут устранены. Непогода бушевала и в районах Тверской области. В связи с чем в филиале Россети Центр Тверь Энерго введен особый режим. Энергетики устраняют последствия шквалистого ветра в Калининском, Ржевском, Торопецком районах, а также в Вышневолодском и Осташковском городских округах. По поручению губернатора Игоря Руденя создан оперативный штаб, в который вошли начальник МЧС по Тверской области, министр энергетики и ЖКХ региона. Представители филиала Россети Центр Тверь Энерго. Аварийно-восстановительные работы начались в ночь на 19 декабря. Основная часть циклона проходила в вечерние и ночные часы. В общем, сейчас уже исходя из этого, к сожалению, произошли отключения снабжения на территории. Создан оперативный штаб, работает группировка. У нас создана 211 бригад, 938 человек, 241 единица техники. Ситуация находится на контроле и правительственской области. Мы работаем в взаимодействии с Министерством энергетики и ЖКХ, с СМРСК Центр Энерго, работают совместные бригады. Ситуация находится в контроле. Впрочем, жители Тверской области ждут еще сюрпризы, рассказывают специалисты Тверского гидрометеоцентра. В пятницу, суббота, преимущественно без осадков, мы будем находиться под влиянием зоны повышенного давления, поэтому в ночные часы температура будет отрицательная. С воскресенья опять у нас очередной сюрприз, хотя мы к этим сюрпризам уже привыкли к погодным. Адвекция тепла очередная, кратковременные осадки, разные интенсивности, в основном дождь, и температура пасмурная, и температура воздуха в ночные часы, ближе даже к нулю. А дневные температуры где-то 0,5 градусов. Новый ветер в ночь с четверга на пятницу, все-таки еще он сохранится в центральных, в северо-восточных районах, по крайней мере, в ночные часы. 15-17 метров в секунду жители нашей области этих районов на себе будут ощущать. Поэтому Главное управление МЧС России Потверской области призывает пешеходов и водителей соблюдать максимальную осторожность. Нельзя подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, следует избегать старых, особенно одиночно стоящих деревьев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101 и 112.